Мы находимся во Львове. Это первое интервью возле храма святой Ольги и Елизаветы. Меня звать Иван Галимурка. Отец Иван Галимурка. Я здесь настоятель храма. Отец Иван, скажите, пожалуйста, поскольку мы приехали издалека из России, к сожалению, сегодня в России нет слова правды из центральных каналов телевидения, поэтому миротворческие организации должны посылать своих репортеров. Именно поэтому мы сюда и приехали. Первое. Если бы вы могли обратиться к русским людям, вот они бы вас услышали. Какими бы словами вы бы к ним обратились? Прошу вас. Можем только сожалеть о том, что русские люди мало знают о ситуации в Украине и вообще во Львове. Речь в том, что мы люди мирные. Мы никого не захватываем. Мы никому не желаем зла. Мы молимся о мире во всем мире. И в Украине, и в России, и в Европе, и в Америке, и в Азии, повсюду. Потому что мы люди Божьи. И это не правда, которая звучит. То ли на телевидении, то ли на радио, то ли на сайтах. Это вообще не имеет... Под собой основание. Да, основание. Извините, я плохо обручен, значит, по-русски. Вы можете говорить и по-русски, и по-угрански, и по-тут, кто хочет, он вас и услышит, и поймет. Прошу вас. Да. Вот несколько дней назад футбол. Я, значит, люблю футбол. Приехали ребята, значит, из Севастополя. Надо было видеть, как дружно вместе болели львовьяне и дети, значит, ребята, значит, из Севастополя. Это было, значит, что... Вы ощущали единение? Да, да. Это, значит, речи нету. Потому вот я ехал, значит, позавчера домой, значит, там, в нашем селе. Вижу, идет девушка, говорит, ну, значит, непонятно. Я потом ее понял. Значит, это мусульманка. С ребенком, значит, в коляске. Приехала к нам. Мы всех, значит, принимаем, уважаем, говорим по-русски, по-украински, как надо. Я все призываю. Я должен вас спросить, вынужден вас спросить. Мне сказали, что у вас есть синагога. Мало того, что во Львове, оказывается, есть еще и гимназия еврейская, есть православная церковь. То есть это мультиконфессиональный, мультикультурный город. Известно ли вас, я вынужден это спросить, известно ли вам что-нибудь о неприязни между конфессиями, может быть, между национальностями? Буквально метра 200 отсюда есть синагога. Значит, синагога. Нас туда пригласили к 10 утра. Да. И мы ходим вместе. Вот, значит, в центре, значит, есть еще одно место, значит, для ее идеи, где была синагога, значит, Татая Роза. Там тоже идут, значит, разговоры, чтобы ее, значит, восстановить. Ну, какой-то вражды нету. Вот люди ходят по улицам, они улыбаются, они, значит, люди мирные. Никто, значит, не воюет, значит, нет агрессии никакой. То ли, значит, по принципу религиозному, то ли, значит, национальному, то ли, значит, языковому. Нет проблем. Спасибо большое, что уделили внимание. От лица москвичей готов сказать вам, вы делаете великое дело, дело для Бога, дело для людей. И радостно и приятно было слышать эти слова именно от вас, от священнослужителей. Если хотите что-либо добавить, батюшка, я вас не ограничу, пожалуйста, русские люди вас услышат, пожалуйста. Спасибо за хорошее слово. Я всех приглашаю, значит, во Львов. Это красивый украинский город, значит, мультикультурный, мульти, значит, религиозный, поликонфессиональный. Мы всех уважаем и хочем видеть в наших гостях. Скоро Пасха, рада всех призываем к нам в гости. Дякую, дякую. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»